Добрый вечер, в эфире «Вести Карачаева, Черкесия», в студии Руслан Жубкаев и коротко о главном. Сегодня 37-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. В Черкесске почтили память жителей республики, которые принимали участие в ликвидации последствий ЧАЭС. Сотрудники полиции задержали участников экстремистской организации, которые являлись приверженцами идеологии запрещенного в нашей стране движения. Неправильная дорожная разметка вынуждает водителей нарушать правила дорожного движения. В Адыгихабльском районе обсудили эту важную тему. Сегодня новая березовая роща появилась в ауле «Новая Джугута». Участники международной патриотической акции «Сад памяти» посадили 500 саженцев. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов в преддверии майских праздников провел очередное заседание антитеррористической комиссии в республике. Так, в первой декаде мая в республике состоится мероприятие, посвященное Дню Победы, празднику Весны и Труда, 66-й годовщине возвращения карачаевского народа на историческую родину. На заседание приняли комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасности жителей и гостей республики в период проведения майских мероприятий. Кроме того, были рассмотрены дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса республики, а также культовых сооружений. Сегодня Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. К жителям республики обращается глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов. Сегодня мы отдаем дань уважения и искренней благодарности тем, кто 37 лет назад принял участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Это стало настоящей трагедией. Последствия крупнейшей техногенной катастрофы 20 века доносятся эхом до нас спустя многие годы. Все силы нашей страны были брошены на спасение соотечественников. Среди этих героев с риском для жизни, с честью исполнявших свой гражданский долг и проявивших подлинный героизм были 1200 жителей Карачаева Черкесии. Безусловно, это люди мужественные и отважные, достойные самого высокого уважения. Сегодня в Черкесии вспоминали ликвидаторов последствий на Чернобыльской АЭС, где 26 апреля 1986 года произошла техногенная катастрофа. К памятнику на Одесском переулке пришли люди, которые 37 лет назад противостояли опасному атому. С некоторыми участниками тех событий пообщался Артуром БЦ. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции Александр Стародубцев вспоминает первые дни, когда оказался в радиоактивной зоне. Он тогда проходил срочную службу в армии и поначалу не особо понимал, куда попал. Но, говорит, всё равно отправился бы туда, даже зная о последствиях для здоровья. Фёдор Гончаров имел куда больше представления о том, чем опасно разрушение реактора 4-го энергоблока. Там я находился 50 дней тоже. Ну, ужасшаяся картина была. Радиация зашкаливала, так как я знакомый с микроразведчиком. Самыми меньше это находили выбросы с третьего блока. Это полтора рентгена до 10-12 рентген было. Вот. Ежегодно 26 апреля в Черкесске около памятника ликвидаторам последствий техногенной катастрофы собираются люди, которые в 86-м всеми доступными способами пытались не допустить дальнейшего увеличения радиоактивной зоны. Для многих из них цена спасения миллионов жителей Европы оказалась очень высокой. Ведь тогда на борьбу с опасным атомом отправились в том числе не менее 1 200 человек из Карачао-Черкесии. К сожалению, очень многих бывших нет с нами. Светлая память им. В Чернобыле не свистели пули, не рвались снаряды, как в годы Великой Отечественной войны, как в Афганистане и в других горячих точках. Там был другой враг, невидимый, радиация. Он также убивал, калечил жизни и здоровье наших воинов. То, что ваш подвиг не имеет срока давности, я больше чем уверен в этом. И наша задача ежегодно и ежедневно напоминать нашим детям, внукам о том подвиге, который вы совершили. Многих из ликвидаторов последствий аварии уже нет в живых. Эти цветы к памятнику служат напоминанием о вкладе каждого участника тех событий в то, что много лет назад удалось предотвратить катастрофу значительно больших масштабов. Артур Мухце, Вести, Карачао-Черкесия. Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачао-Черкесии совместно с коллегами из регионального ФСБ России пресечена противоправная деятельность семерых участников экстремистской организации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленники являлись приверженцами идеологии, запрещенной в нашей стране. Движение пропагандировало ценности и традиции криминального мира. Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачао-Черкесской республике совместно с коллегами из регионального УФСБ России была пресечена противоправная деятельность семерых участников экстремистской организации. Злоумышленники являлись приверженцами идеологии запрещенного в нашей стране движения, пропагандировали ценности и традиции криминального мира. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены свертки с мобильными телефонами, зарядными устройствами и сим-картами. Они были подготовлены для передачи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Установлены факты использования квадрокоптеров для транспортировки запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений. Беспилотники также изъяты полицейскими. Следователям следственной части Следственного управления МВД по Карачао-Черкесской республике в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 Прим-2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены под стражу. Мероприятия проводились в полиции при участии Росгвардии. Сейчас мы прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачао-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. В горах местами минус 2, плюс 3. Днем до 23 тепла. В горах местами плюс 10-15. В Черкесске без существенных осадков. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 21-23 градуса тепла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А также демонстрирует единство, мужество и отвагу при выполнении задач в ходе специальной военной операции, направленной на борьбу с фашизмом и нацизмом. На днях дорожная разметка в районе поворота на Эрсакон стала темой выездной встречи с участием общественников, автоинспекторов и представителей Автодора и Упердора, которые обслуживают на данном участке федеральную и региональную трассы. Насколько обоснованы претензии водителей, есть ли возможность внести какие-то изменения, выяснял Артур Мхце. Около года назад репортеры Вестей уже рассказывали о неправильно нанесенной на этом участке дорожной разметке, из-за чего водители, съезжая с федеральной трассы на Эрсакон, оказывались на полосе встречного движения, после чего были вынуждены пересекать сплошную линию и попадали на заметку районным полицейским. Как позже удалось установить в региональной госавтоинспекции, ошибка дорожных служб при нанесении разметки привела к большому количеству невольных нарушителей. И вот новое разбирательство уже с участием регионального народного фронта, полицейских, а также организаций, отвечающих за соответствие дорожных знаков и разметок ранее утвержденным картам. Здесь действительно неправильно нанесена дорожная разметка. Мы считаем, что на трассе Р-217 сильно заблаговременно начинается прерывистая линия, ее нужно чуть-чуть сократить и обозначить обязательно стрелками направление движения уже вот в примыкающей трассе. То есть вот на этих полосах, куда нельзя ехать, для водителя должна направлена стрелка быть на него. По мнению представителей обслуживающих трассы организации, ничего менять не стоит. Кому надо, и так все поймет. В то же время автоинспекторы, ранее обжегшиеся на неправильной разметке, и общественники выступали за более детальное информирование водителей, кому куда можно ехать. Здесь есть, пожалуйста, есть. Куда ехать прямо? А здесь, почему мы должны вот сюда? Потому что водитель начинает заблаговременно сворачивать. Куда? Сюда, налево, и попадает на встречную полосу движения. Я с вами уже не согласен. Нет, 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 подождите, подождите. В этот момент проезжавший мимо большегрузный автомобиль продемонстрировал идеальный способ поворота на сложном участке. Но, как показывает практика, на этом перекрестке далеко не каждый водитель легковушки способен, не нарушая правила разметки, совершить подобный маневр. Что уж говорить о грузовом транспорте. Второй пункт претензий автомобилистов, которые они озвучили через Народный фронт, ошибки в информационных знаках, указывающих расстояние до населенных пунктов. Черкесск-Лермонтов, примыкающая дорога к трассе Р-217, это выезд из села Чапаевское на трассу Р-217. Там указано, что до Невиномыска 64 километра. Мы проезжаем буквально километр, и висит уже правильный знак на федеральной трассе Р-217 33 километра. И изюминкой является, мы проезжаем уже пару десятков километров, вот здесь, где мы находимся сейчас, на этом перекрестке, до Невиномыска опять 51 километр. У сторон уже имеется общее понимание решения некоторых вопросов, в частности указания направляющих стрелок и информационных знаков о расстоянии до населенных пунктов. По другим, возможно, дискуссии будут продолжены. В конечном итоге самое важное, чтобы водителям транспортных средств были понятны все внесенные изменения. Артур Макцей, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия. Новая березовая роща запустила свои молодые корни в благодатную почву Карачаева-Черкесии. Посадка белоствольных красавиц, участники патриотической акции «Сад памяти» в очередной раз увековечили память погибших в Великой Отечественной войне. Фатима Даурова присоединилась к историческому событию. Площадку под будущую березовую рощу сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии республики за несколько дней до посадки подготовили основательно. Место выбрали не случайное. Оно расположилось в Усть-Джигутинском районе при въезде в аул Новой Джигута. В первую очередь, с характеристиками, мы подбираем почву, чтобы то, что мы посадили, труд не зря, вот стольких людей. Главное, почву подбирали. И чтобы всё равно погода непредсказуема. Пытались, чтобы заезд был нормальный, и чтобы именно эта порода, саженца, чтобы принялась туда и выросла, чтобы потом нас радовали. Участников акции приветствовала замминистра природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии Валентина Лешова. Она выразила слова благодарности за проявленное неравнодушие и активность. С каждым годом количество желающих принять участие в патриотической акции становится больше. В этом году к студентам кафедры лесное дело присоединились их малые собратья – активисты движения школьных лесничеств. Это было такое долгожданное для них, когда нас сюда позовут. Поэтому дети наши очень… То, что в школьном лесничестве, у нас есть неурочная деятельность, именно школьное лесничество. И мы с Бескетским лесокомбинатом всё это с лесхозом, всё это проделываем с детьми. Я думаю, это будет очень продуктивная работа, потому что мы не будем начинать с нуля. Эти ребята уже готовы, и они, думаю, будут поступать к нам, и мы их вырастим из них первоклассных специалистов. И, конечно же, как Диана Салхова всегда подчеркивает, и мы это понимаем, мы будем восполнять вот этот дефицит, сильнейший дефицит кадров в лесной отрасли и вообще в целом в Министерстве природных ресурсов, потому что он имеет место быть. Чтобы растение в дальнейшем приносило радость, лицезрение, его красоту и стройность, важно внимательно отнестись к процедуре посадки. Существуют некоторые правила, которых необходимо придерживаться. Учитывается внешний вид и отсутствие признаков болезней. Что касается размера, то лучше всего приживаются и легче адаптируются саженцы не более одного метра ростом. Сейчас на площади в 50 соток высаживают 500 саженцев белоствольной березки. Через некоторое время их развесистые ветви будут отдавать тень в полуденный зной. Каждое дерево – это память о чьей-то жизни и героическом подвиге. Более 200 участников акции сегодня разом приобщились к благородному делу. С трассы теперь будет открываться красивый вид на ряды креоциозных красавиц. Символ березы имеет особое значение для России. Только у нас ее образ раскрывается полностью, красочно и чувственно. Она одухотворяется и становится частью страны. Точно как эта березовая роща станет символом памяти о каждом, кто погиб в Великой Отечественной войне. Фатима Дорова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Это вся Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Дорога к счастью». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин